Душа включена. Во имя Отца и Сыны Святого Духа. Господь постоянно напоминает нам о Себе. И не только тем, что с нами происходит, но Славом Своим. Вот вы куда едете, в гости ходите. Вы всегда с собой имеете Евангелие запасное. Бывает теряются, а бывает и украдут. А там Евангелие. И человек считает, и не однажды это было, он обращается к Богу. Господь заповедал нам помнить Его. И говорит, все творят все новое. Не просто новое, а все новое. Вот сейчас, если будем рассуждать, мы же не слепые, видим, что Бог сотворил вокруг нас. Семья, дети, радость, рождение, смерть. И вдруг все новое. Это загадка. А для верующего все по-другому. Сколько скорби у человека в жизни. А почему? Скорби, болезни. Болеет человек. Страдает. И жизни, говорит, не рад. Бывают родственники делаются не друзьями, а врагами. И человек не знает, как перенести. Ответ один. Горе только одно, что Христа не знает. Если человек знает Христа и заповеди Его в новом понимании, не Ветхозаветном, он все принимает с благодарением. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Его благословенное. Вот мы имеем десять заповедей. Я продолжу, если Господь позволит объяснять. Но самая обширная заповедь о субботе. Не лжи свидетельствуй. Не прелюбодействуй. Не уби. Одним словом. А когда считаешь заповедь о субботе, она такая большая, а ее люди совсем и не знают. А при том, эта заповедь в новом завете, она совершенно о другом говорит. Господь в субботу, шаббат, почил отдел своих. Последнее, что Господь сделал, сотворил человека. Почему является вершиной всего, что сделал Господь, совершил и закончил, и почил отдел своих. И вот об этом надо думать постоянно, что бы ни было. Рыбаки. Вот мы сегодня рыбачили очень удачно. Один раз зашли, примерно 10 ведер по 15 литров. Никогда это столько рыбы не видел. Мы не знали, как его вести. За один заход. И даже с удочкой не хочется сидеть. А Господь говорит, я сделаю вас ловцами человеков. Это ветхозаветие. Христос был распят. Они сидят. Петр говорит, иду ловить рыбу. А остальные, и мы с тобою. Это все ветхозаветие. В новом завете мы уже не видим, где сети, где отец, где рыба. Они забросили и нас поймали. В субботу разрешалось работать только трех специальностей. Это врач. Потому что заболел человек, он уже не будет ждать. Охрана. Потому что Бог может залезть и в такой день, когда ты его не ждешь. И животноводство. Напоить, накормить. И в новом завете Господь и эти заповеди, и субботнюю заповедь всю возвысил так, что люди, которые этого не понимают, они думают, это другая религия, другая вера. Нет. Если в Ветхом завете говорил, он не лжесвидетельствует и клятву исполняет, то в новом завете вообще Господь отменяет клятву. Не клянитесь вовсе. Люди клялятся, храмом, небом, Господь опроверг все. Клянущиеся, он не знает, что дороже всего. Дороже всего наш Господь. И Бога не надо брать в свидетелей. Да? Да. Нет? Значит, держи, крепко нет. А если выше этого, от лукавого, что сверх того. Если в этом плане разобрать наши слова, то что останется? И у Иреев было так. Сидите за столом. Отец, учите детей. Ну, когда, в каком семействе было это взято за закон, чтобы каждый раз, как за стол сели, пока первые счеты не подали, говорили бы о Боге. Иоанн Златоуст говорит так, ты возвратился из храма. Не спеши за стол. Поделись тем, что я говорил. Если вы не понесете Мое Слово, я один ничего не успею. Расскажите о любви Божией, о великой радости, что Он умер за нас, что Он воскрес, что Он нас возвращает в рай. Написано, когда Господь признал человека, чтобы люди не заходили туда, Он поставил хиловимый и меч обращающийся, то есть вращающийся. Вот когда пропеллер у самолета крутится, все падают или бегут в сторону, чтобы он не захватил, иначе ничего не будет. А это меч, с какой скоростью он вращается. И вдруг меч остановился. Никогда не додумаешься, где. А вот копия, когда ударила в бок Христа, святые говорят, это вращение у хиловима остановилось. Христос подставил свой бок, чтобы мы свободно могли вернуться в рай. Поэтому сделай надписи всюду, по милости Божией, у нас говорится, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Ты один раз прочитала, запомни, в этом радость. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. А когда родить, не помнит себя от радости. Вы нынче были на крещении, видели, сколько людей пришло. Люди, которых мы не знаем. Из разных национальностей, из далекого Ливана, из Германии. Повезли книги сейчас из Австрии. Еще собираются люди нынче приехать, не успели или заболели. А почему? Рыба идет. И никогда человек не узнает, где Бог откроет дверь. Бывает незначительное одно слово. Он говорит, творю все новое. В субботу нельзя было ничего делать. А вот любую заповедь, посмотрите. Не делайте еще. А что дальше? А дальше идите ловите рыбу. Какую? Ловцы человеком. А вера отслышанная. Отслышанная от слова Божия. Вся радость благовестия. Нести радостную вещь, что Иисус умер за нас и воскрес. Иисус снова грядет. Горе какое. Умер ли кто-то? Обокрали тебя. Сгорело. В плен попали. Иисус грядет. И в этом все. Все творю все новое. Рай открыт. Об этом возвестили святые. И Господь говорит, следуй за Мною. Возьми крест. Отвертись в себя сначала. Забудь, как ты научен был. Возьми крест, то есть это страдание, дающее тебе осознание жизни и временности ее. И следуй за Мною по заповеди. Мы иногда боимся сказать друг другу что-то. По заповеди Божией мы обязаны говорить. Человек болеет. Утешь его. Радость. Еще немного. И путь окончен будет. Богу слава. За великую милость, что Он сотворил все новое. Аллилуйя. Аминь.